Напомню, что уже существует довольно успешный прецедент списка Магнистского и подобных списков, которые таргетируют именно непосредственных чиновников российских лиц высокопоставленных, которые ответственны за это преступление. И сам по себе этот список, он довольно оказался успешным, он оценивается как успешный опыт, без того, чтобы провоцировать Россию в целом, потому что вот эта администрация, как вы знаете, очень опасается... Не, мы ничего не знаем, вы нам всё рассказываете. Исходите из того, что мы не знаем ничего, поскольку мы же работаем не для себя, а для зрителей? На данный момент в Белом доме находятся люди, которые, так сказать, очень аккуратны в своих отношениях с Россией. И Керри, прежде всего Барак Обама, он очень часто идёт вразрез с мнением Конгресса и вообще с мнением американского эстаблишмента, особенно в связи с украинским конфликтом, акцентируя более такую мягкую позицию относительно России, чтобы ни в коем случае не злить российского медведя. С этим связано то, что, в частности, Украине так и не была в итоге предоставлена военная помощь, которую очень активно лоббировали, и по которому более-менее консенсус в Вашингтоне был достигнут ещё год назад, что нужно её предоставить. Но именно, в общем-то, решением двух лиц, Керри и Обама, прежде всего, этого не было сделано до конца. Такая же ситуация, фактически, такая же политика, которая идёт в сторону Украины. Мы понимаем, что Украина находится под угрозой, что это агрессия России. Но, тем не менее, мы не делаем слишком режких шагов, чтобы ни в коем случае не спровоцировать Россию. Она продолжается до сих пор. Вот буквально вчера вышло новое интервью Барака Обамы, по которому он говорит, в частности, о своей внешнеполитической позиции, говорит о своих отношениях с Владимиром Путиным. И, в частности, он говорит, что трудно назвать комплиментом, что Владимир Путин не так уж и глуп. Я, честно говоря, не знаю, как это интерпретировать. Не верю, что это комплимент. Это в российских средствах массовой информации так перевели. Там по-английски это уже... He is not completely stupid. Да. Это переводится на русский язык, что означает не совсем тупой. Дурак, так скажем, да. Но при этом он говорит, что надо понимать, что Украина намного важнее для России, чем она для нас, и она всегда останется приоритетным вот этой сферой агрессии российской. То есть, как бы подчеркивает ограниченность того, что Америка может сделать. Плюс к тому наблюдается, безусловно, усталость относительно Украины в целом в Вашингтоне. Понятно... В чем это выражается? Ну, то если вы были год или полтора года назад, что все были абсолютно в стороне Украины, что ей нужно помогать, как я говорила, был достигнут более-менее консенсус относительно поставок оружия и помощи Украине с реформами. В текущий момент это гораздо более расстроенные голоса. Украина и разочарована? Разочарована Украина тем, что не удается продвигать реформы, то, что постоянные коррупционные скандалы, то, что Украина сама себя как бы, ну, немножко дискредитируют в этом смысле, да, вот ей как бы пытаются помочь, а в итоге получается, что вот то, что Россия говорила, видите, так сказать, вот страна не в состоянии справиться со своим проблем, все это как бы немножечко на сторону России.